салам алейкум дагестан доброго вечера всем кто смотрит канал ргвк и доброго времени суток тем кто видит нас в повторе или в интернет-версии в эфире 8 выпуск проекта колеса передачи про автомобили дороги и дорожные происшествия и все что с этим связано и веду этот проект я мухтархан абдуразаков позади первая неделя июля и лето наступает на нас своими высокими температурными режимами а это означает что в такой жаре люди начинают медленнее думать медленнее реагировать и здесь могла бы очень даже выручить привычкой ездить по правилам но у тех кто садится за баранку махачкале с этим всегда проблема однако как дагестанское дорожное безумие выглядит в реальных цифрах вам предстоит узнать прямо сейчас внимание на экран на минувшей неделе в регионе случился ряд происшествия на дороге мы расскажем про некоторые из них 9 июля в городе хасавюрт приблизительно в 19.30 возле одного из домов по улице воробьева 30-летний водитель машины ваз 21099 наехал на 4-летнего мальчика сообщили в пресс-службы г.у. м.в.д. российской федерации по дагестану стоит отметить что ребенок переходил дорогу в неположенном месте при этом никто из взрослых не сопровождал его пострадавший с различными травмами был срочно доставлен в одну из клиник хасавюрта и еще одна авария с участием двух легковых автомашин как передает пресс-служба мвд случилось на отрезке автодороги кавказ в кум таркалинском районе дагестана в результате выезда одной из машин на встречную полосу погибли три человека в возрасте 22 23 и 35 лет по предварительной информации причина аварии выезд одного из автомобиля на встречную полосу инспекторами о гибдд о мвд россии по рутульскому району за нарушение пдд был остановлен вас 2193 за рулем находился 31 летний местный житель при проверке документов сотрудник полиции почувствовал запах алкоголя исходивший от водителя в ходе прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения было установлено что водитель находился за рулем нетрезвым выяснилось что мужчина уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение и лишён права управления транспортным средством согласно новым правилам теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет в отдел полиции города дагестанские огни заявлением обратился молодой человек который сообщил что его сосед находясь в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредил его автомобиль вас 2190 припаркованный возле дома установлено что своими действиями злоумышленник причинил ущерб на сумму 50 тысяч рублей злоумышленника отыскали и доставили в отдел полиции в ходе разбирательства мужчина сознался содеянным он пояснил что потерпевший является его соседом с которым накануне у него произошел совместный конфликт когда мужчина ушел домой злоумышленник находясь в состоянии алкогольного опьянения повредил его автомобиль по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 1 укрф умышленное уничтожение или повреждение имущества ну а мы призываем вас быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения и в подтверждение этим цифрам я предлагаю к вашему вниманию следующее видео Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Седан... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...